Кимчане откатываются на свою половину площадки, а вот здесь вот как очень эффективный способ атаки. А вот и заброс за шиворот прошел. Над кольца пропустили от соперника. Вот, вот, посмотрите, вышел. Вот то, что нужно. Отменная игра Томаса Робинсона против Милутинова. Вот о чем говорил Принтезис. Но все равно забивает. Успел восстановить Дженкингс защитную позицию. Серия скидок. Сложно Томасу Робинсу. И вот в этой ситуации, конечно, его атака Томас Робинсон. И не успел вернуться в защиту. 5 секунд. Такое ощущение было, что прошло перед тем, как Папа Николау наконец-то ввел мячик в игру. Но вот, груши Сандерса. Плюс у него третья персональная замечание. Тоже опасная зона. Маркович был близок к тому, чтобы выбить мячик. Принтезис. Вот. Очередной раз. Нужно что-то менять. Посмотрите, как хорошо против шведа играет Олимпиакос. Ничего не дает сделать Алексею, кроме как выбрасывать сверх дальние трехочковые. Но несколько забитых мячей. Да, я думаю, все он забил как раз из трехсекундной зоны. Абсолютно не боится, что его бросок будет накрыт. Милутинов там выпрыгивает на чуть-чуть. Да, может быть, как говорят баскетболисты, в такой ситуации газетку сложенную в четверо он и перепрыгнет. Но не более. И тем не менее техничен. Никола Милутинов. И получается вот в этой игре чуть ли не изменения в составе. Они есть. 22 номер Чарльз Дженкингс. На площадке, кстати, вместо Алексея Шведа. У Олимпиакоса Янис Стрелнекс. 13 номер. Мансарис. Да, прошу прощения, Алексей Швед у нас все-таки остался в игре. Чувствуют время. То есть они затягивают практически все свои позиции. Чувствуют, когда заканчивается время на атаку.